Вот уже более 10 лет в топе рынка военных аркадных симуляторов находится мир танков. Четырёхкратный победитель награды Golden Joystick в категории «Лучшая мультиплеерная игра года». Неодноразовый призёр Книги рекордов Гиннеса за самый высокий единовременный онлайн на одном сервере. Что же такого привлекательного нашли в этом проекте игроки? Почему продолжают играть в течение 10 лет? И как эта игра привлекает новую аудиторию всё это время? Обо всём этом в этом видеоролике мы и поговорим. С вами канал Шара Геймс и мы... Ах, хотя стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Пока не начинаем. Если вам нафиг не нужно всё это слушать и вы сразу сходу хотите ворваться в бой, без какого бы то ни было понимания, что это за игра и как в неё играть, но есть у вас такое сильное непреодолимое желание окунуться в виртуальный мир танковых баталий и вас точно в вашей решимости не сломить, вы как танк едете к своей цели и намерены добиться её любой ценой. Ну, тогда прямо сейчас ныряйте в описание под роликом и получайте бонус. За регистрацию по нашей ссылке вы получите премиумный советский лёгкий танк третьего уровня Т-127 со стопроцентным экипажем и дополнительным слотом в ангаре, а также 600 голды на покупку игровых скинов и модулей улучшения. Также не пропустите обучение при первом запуске игры, за выполнение которого вы дополнительно получите ещё 3 дня премиум аккаунта и 500 золотых. Обо всех этих ништяках, что это, зачем оно нужно и как это применить в игре, так же как и о преимуществах танка Т-127, я расскажу немного позже. Ну а пока продолжаем обзор. С вами всё так же канал Шара Геймс, и теперь мы уж точно начинаем. Почему люди в принципе любят играть? В первую очередь это способ отвлечься от реальности. Отдохнуть после тяжёлого рабочего или учебного дня. Ну и в основном отдыхать хочется под что-то ненапряжное. Это и есть основная фишка мира танков. Механики в игре понятные, легко воспринимаются и оттачиваются. Геймплей прост, понятен и доступен. Но зачастую то, в чём легко освоиться, тяжело стать мастером. Это уже вторая фишка игры. Очень высокий порог развития в индивидуальном скиле и в банальной прокачке техники и экипажа, что в свою очередь привлекает заядлых игроков, которые играют на результат. Основной пласт игроков мира танков это молодёжь десятых годов. То есть старые игроки. А также аудитория пополняется новыми, но по большей части всё же остаётся взрослой, ввиду не слишком динамичного в общем понимании геймплея. Динамику мы привыкли видеть в скорости происходящего, быстрота и неуловимость игровых моментов. В танках же динамика своя. Игра задаёт темп не визуальный, не геймплейный, а тактический. Умеешь быстро и эффективно соображать – побеждаешь. Причём решать нужно не просто быстро, а самое главное – верно. Куда поехать? Как правильно встать? На какую позицию? Когда вовремя с неё сняться? Кого фокусить, а кого вообще не трогать? Всё это делает тактическую составляющую игры самым важным и динамическим аспектом мира танков. Несмотря на свои визуальные достоинства, мир танков можно запустить практически на любом кирпиче, что делает его очень доступным для широкого пласта игроков. Что есть ещё одним плюсом игры – она не требовательна. Стоит лишь немного подкрутить настройки, ну и всё. Играем с комфортом. Рекомендованными параметрами для игры разработчик указывает 6 гигабайт оперативной памяти и 2 видеопамяти. Это рекомендованные, не минимальные, которые вовсе составляют 3 гига оперативки и интегрированного видео с Pentium или Atlon достаточно будет. Теперь поговорим о самой игре. Сходу видим строгий, сдержанный и самое главное – понятный интерфейс, с которым мы очень быстро разберёмся. Позже, в процессе знакомства, обнаруживаем ещё одно из достоинств игры. Это её разнообразие в виде огромного количества техники, список которой постоянно пополняется. Тут вам и лёгкие, и тяжёлые, с мощной пушкой, бронированные, быстрые, барабанные, многогусеничные. Ой, и каких тут только нет. Выбирай, не хочу. Даже ветка тяжёлой китайской техники с ракетными ускорителями недавно появилась. Ух! Конечно же, сразу возникает вопрос. Мол, 10 уровней техники. Я хочу играть сразу на последнем. Не хочу играть на всём, что ниже. К сожалению, а может и к счастью, так не работает. По прохождению ветки вас условно подготавливают к десятке. Закаляют. А для новичка так и вообще критически важно идти по нарастающей и не садиться на высокие уровни сразу. Но всё же разработчики добавили нам возможность проходить всё это быстрее. В игре можно приобрести премиум аккаунт и технику, чтобы ускорить прокачку по веткам и навыки экипажа. Также для покупки последней необходимо серебро, а его легче фармить на премиум технике. Премиум аккаунт всегда временный, то есть просто купить его и иметь постоянно не получится. Но на данный момент, если вы будете играть постоянно, его дают просто за выполнение ежедневных задач, что при активной игре даёт вам возможность иметь премиум практически постоянно. Для старта можем поделиться с вами ссылкой на советский премиумный лёгкий танк третьего уровня Т-127 со стопроцентным экипажем и дополнительным слотом в ангаре. А, ну и голдой, разумеется. Данный танк отличается хорошим бронированием, а также имеет приемлемое вооружение и хорошую динамику. Его орудие пробивает броню всех одноуровневых танков, а если зарядить голдовые снаряды, то и подавно. Можно вообще почти не целиться, а стрелять по силуэту. Могу сказать уверенно, этот танк поможет вам нагибать. Также, как я уже сказал, не забудьте пройти обучение в начале игры. За это вы получите 3 дня премиум аккаунта и 500 золота сверху. Неплохо для старта. Регистрируйтесь по ссылке в описании и забирайте бонус. Еще одним привлекательным аспектом игры является качество механик. Они здесь простые на восприятие. Логичные, интуитивные, отлично выполнены и дополняют друг друга. Взять, например, механику бронепробития. Число пробоя больше брони. Ну, значит пробью. Все просто. Выстрел. Не пробил. Броня не пробита. Это вообще как? Цифра же больше. Ну, здесь в силу вступает механика бронирования. Противник может стоять под углом, тем самым увеличивая приведенную броню. Уже нужно будет не бездумно стрелять куда попало, а выцеливать уязвимые зоны. Все это в комбинации делает стрельбу интересной. И так со всем остальным в игре. Разнообразие мира танков не заканчивается на ветках прокачки и механиках. Присутствуют также разнообразные режимы игры. Начиная с одиночного режима топографии, где вы можете свободно изучать представленные в игре карты, заканчивая рейтинговым режимом 7 на 7 только на технике 10 уровня. Основным же режимом считается обычный бой 15 на 15, в который можно войти на любой технике любого уровня. Но и у этого режима есть свои подтипы. Обычный стандартный бой, где побеждает команда, уничтожившая другую или захватившая базу соперника. Встречный бой, схожий со стандартным, но база на карте одна, нейтральная, захватив которую также можно одержать победу. Штурм, где есть команда защищающихся и атакующих. Задача последних заключается в захвате базы защитников или их полное уничтожение за ограниченное количество времени. Ну и генеральное сражение. Тот же самый стандартный бой, только 30 на 30. Ух! Также игровые режимы регулярно пополняются временными, как например ивент под названием «Ваффентрагер. Наследие», где нужно было сражаться в роли гонщик на регулярных модифицированных танках против «Ваффентрагера», которого тоже контролировал игрок. Ивенты — это основной инструмент привлечения новых игроков и возвращения старых. Основные плюсы игры мы обсудили, но поговорим все же и о минусах. Им тоже есть место. Самым же главным, пожалуй, станет токсичность целевой аудитории. Наряду с комьюнити Доты и Dead by Daylight, танки занимают лидирующие позиции по самым токсичным игрокам. И берут они все же количество, так как игроков много. Ну а токсичных среди них — большинство. К сожалению, эта проблема вытекает чисто из человеческих амбиций, и сам разработчик мало что может с этим сделать. В остальном же, по минусам, ну все как везде. Но по сравнению с вышесказанным, вообще незначительно, и с легкостью перекрывается плюсами. Донат же, несмотря на свое присутствие, на сам геймплей никак не влияет. Игрок, не вложивший ни копейки, сможет играть на том же уровне, что и вложивший в игру. Иными словами, донат лишь ускоряет вашу прокачку и имеет право на существование. Также, небольшим, но заметным минусом у опытных игроков стало любое обновление с новой веткой техники. Так как не всегда эта техника сходу выходит сбалансированной. Такие машины обычно сразу же доделывают в течение некоторого времени, но факт остается фактом. К этому токсичному подразделению также приобщают весь класс артиллерии. Уж очень не любят игроки артиллеристов. Такие моменты имеют место быть. Так уж получилось, что у большинства игроков мнение об этих моментах сошлось. На деле же все далеко не так плохо, как об этом говорят. Все в пределах нормы. Все в пределах баланса. Буквально недавно мир танков разделилась на два клиента. Европейский World of Tanks возглавила компания Wargaming. И отдельный русский клиент мир танков теперь под крылом Леста Студио. Из-за этого большого события было немало хайпа. Но в целом игра, конечно, потерпела в популярности. Ведь аудитория разделилась по своим избранным клиентам. Однако, несмотря на разделение, игроков что там, что там хватает. Комьюнити большое, и проблем с поиском сокоманников у вас точно не возникнет. А это значит, что легче попасть в клан и легче его поменять, в случае чего. Последнее же, в свою очередь, значительно облегчает вам прокачку, ввиду резервов клана. Также в составе клана можно участвовать в уникальных боях на глобальной карте, получая особые награды, иногда даже в виде премиумной высокоуровневой техники. Находясь в клане, вы также с легкостью сможете найти себе друзей для игры во взводе, что повышает вашу эффективность и, самое главное, удовольствие от игры. Пришло время подвести итоги. Интересный геймплей. Есть. Разнообразие. Есть. Низкие требования, простота в освоении, высокий потолок развития, интересный сеттинг. Все это есть. Игра отлично подходит для того, чтобы отдохнуть после тяжелого дня. И точно так же хороша для игроков, которые хотят играть на результат и стремятся к высоким достижениям. Даже самый главный минус на самом деле очень прост в решении. Просто не обращайте внимания, что там сказал рандомный ноунейм в сообщениях. Играйте в свое удовольствие, так, как вы хотите. Ну а если вдруг после просмотра вы захотите сыграть, можете перейти по нашей ссылке в описании, зарегистрироваться в игре и получить премиум танк Т-127 с экипажем, слотом и голдой. Ну и 3 дня премиум аккаунта и 500 золота за обучение после запуска игры. Также, если вы совсем новенький в танках, рекомендуем вам ознакомиться с нашим гайдом для новичков. Все там же по ссылке в описании. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и следить за новостями мира танков. С вами был канал Shark Games. Желаем удачи на полях виртуальных сражений. Услышимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова